Привет, котятки! Меня зовут Эвойс Ребус, и это The Witcher 3. И мы, наконец, разберёмся, как сделать из Геральта машину для ухо-стейсов. Если кого-то смущает слово «котятки», то посмотрите вот на этого мужчину с бородой в облегающем доспехе. Между прочим, это доспех Школы Кота. Один из самых популярных доспехов в игре The Witcher 3. И он даёт просто безумные бонусы к вашему ДПСу. Так что, пожалуйста, давайте без этих ваших не нравится, хорошо? Стоит отметить, что на старте игры, помимо облегающих лёгких доспехов Школы Кота, дающих колоссальный прирост к дамагу и очень низкую защиту, были ещё не менее облегающие средние доспехи Школы Крифона, дающие прирост к силе знаков и обладающие средними показателями защиты, а также брони Школы Медведя. Тяжёлые брони, дающие наилучшее сопротивление ко всяким резистам, типа урона чудовища, ударов и так далее, и дающим прирост к очкам адреналина. Есть ещё средние доспехи Школы Волка, которые ни рыба, ни мясо между Школой Грифона и Школой Медведя. И также недавно добавленные доспехи Школы Змеи, которые вообще дают только сопротивление к ядам. Очень странные доспехи, если честно. Давайте о них как-нибудь потом поговорим. А сейчас поговорим чуть более подробно о каждой из школ и их доспехов и их, соответственно, оружии. Начнём мы, конечно же, со Школы Кота. Как вы все видели, это лёгкие доспехи, идеально подходят для мечников, которые работают на уклонении. Их профильный знак при обучении даёт нам увеличение силы критического удара, а также увеличение силы атаки лёгкими ударами. То есть это обязательно надо прокачивать ветку фептовальщика, обязательно прокачивать все лёгкие удары, уклонения и, как вариант, возможно, показатели сохранения адреналина, чтобы использовать спецприёмы. Почему нет? Это идеальный сет для классического мечника. Если вам не нравится магия, вы не хотите быть таким толстым, брутальным танком, выдерживающим кучи атак врагов, то сет Школы Кота для вас идеален. Берём его, берём его мечи, которые помимо стандартных бустов на силу атаки крита, а также шанса крита, дают ещё очень неплохой шанс кровотечения, помимо того, что даже ветка умений нам даёт эту силу. То есть наша цель — это отравлять противников, наносить им максимальный дамаг, используя частые криты и огромную силу крита. То есть мы так оп и убиваем. Плюс ветка умения фехтовальщика даёт нам определённый шанс, определённый процент убивать врага на месте. И чем выше показатель адреналина, тем выше этот шанс. В оружие мы, конечно же, вставляем по максимуму шанс кровотечения, чтобы враг просто при нашем виде уже начинал блединг и кровоточил просто до смерти. Это наша цель, чтобы у него из глаз, из всех отверстий шла кровь, как можно больше крови, чтобы он умирал прям там на месте. Что ставить в броню? Да, на самом деле, не важно. А если есть такая возможность, есть возможность поставить улучшение из дополнения, то я бы поставил воздаяние. Так, на всякий случай, 30% шанс на то, что часть урона вернётся обратно противнику. Ну, мало ли. На самом деле, этот сет один из самых лучших в игре. Вместе с мечами он позволяет добиться наибольшего ДПС, наибольшего урона по врагу именно с помощью мили атак. Это просто офигенный сет. Но при этом он очень требователен к рукам, потому что всё, что вам остаётся, это парировать и уклоняться. Если вы это умеете делать, то этот сет идеальный для вас. Всё просто. Вкладываете всё в умение фехтовальщика, несколько спецумений на увеличение дамага, а, например, от уровня адреналина и на улучшение доспехов, чтобы дамаг урон шёл. И всё. Это ваш сет на всю игру, пожалуйста. Все враги будут просто умирать на раз и на два. Но если путь славного рыцаря мечника, фехтовальщика и мастера меча не для вас, то я бы предложил вам путь мага со средним доспехом школы Грифона, который увеличивает силу знака. На самом деле я абсолютному большинству советую начинать играть именно с этого доспеха, именно с ветки умений на мага, потому что примерно до конца сюжетной линии Новиграда это позволяет вам нагибать просто всех врагов, просто убивать всех на месте. Пожалуйста, вторая версия Иртена, чтобы она замедляла врагов, наносила им урон, отменяла от вас все стрелы, просто откидывала во все стороны, чтобы это вам не мешало. Используем вторую версию Квена с откатом обратно урона, а также Игни для поджигания. Всё, профит подожгли, враги загорелись, начали блединг огнём, не знаю как это назвать, просто гореть, и хп у них уменьшаться будет. А вы в это время спокойно себе стоите в щите, они догорают, Ирден добивает врагов. Идеально! Но есть одно маленькое но. Даже если мы оденем весь сет брони, оружие Грифона, заточим оружие на усиление знаков, выбранный нами специальный знак, заточим всё оружие, всю броню, после примерно 2-3 игры, когда монстры становятся реально сильными под наш уровень, нас начинают нагибать. А всё просто, ребята, потому что броню мы с вами улучшили, оружие мы с вами улучшили, от такого показателя, как интеллект, который можно увеличить и усилить силу знаков, просто повышением уровня, у нас нету. То, что мы даём улучшением доспеха, плюс там какие-то 10% к силе знаков, это по факту ни о чём. И всё, это мелочь, и маг уже теряет свою эффективность. Да, вы можете также поджигать врагов, и также добиваться от них, не знаю, уронов в тысячу, наверное, от поджигания, это я уже на своём, там, ближе к 40 уровню, вам точно могу сказать. Но этого мало, этого мало, когда в сете из школы кота ты наносишь, оп, 2500 к ртом. 2500, при этом тебе не нужно ждать, пока враг сгорит, ты просто его толбишь, спамишь, и убиваешь тогда, когда ты этого хочешь, не говоря уже про то, что он кровоточит, так же, как твой враг при греза мага будет гореть. Ммм, по-моему, это некий дисбаланс. А возможно, я просто что-то не так делаю. Ну и вот, наконец, пришло время для моего самого любимого сета, сета школы медведя. Это самый красивый сет. Он выглядит, как такая бронированная мантия. Реально, очень статная, очень мощная. Да, что я вам рассказываю, вы это всё прекрасно видели сами, да и видите, прямо сейчас. Постаревший Геральт в бороде с длинными белыми волосами седыми. Выглядит в них просто идеально. Это вот прям очень супер. Не говоря уже о том, что их показатели сопротивляемости, их показатели резистов просто огромны по сравнению со всеми предыдущими сетами брони. Просто в два, в три, в четыре раза выше, чем у лёгких доспехов. Это просто надо почувствовать. Да, вы не добьётесь с ними того дамага, которого можете добиться вместе со школой кота. Но это и не надо. Вы можете увеличить своё хп в три раза от того, что вы имеете при школе кота. В три раза. С пяти тысяч до пятнадцати. А учитывая, что некие враги, которые по уровню может быть чуть выше вас наносят вам как раз примерно по пять тысяч урона, то, то что убило бы вас сразу в школе кота, здесь вас делают лишь чуть-чуть слабее. Учитывая резисты, конечно. И при всём при этом школа медведя, она самая непонятная. Если школа кота, она чётко даёт вам урон, чётко даёт вам кровотечение и линейка развития фехтовальщика. Школа грифона даёт вам чётко усиление силы знаков и чётко линейку мага. Ну, линейку усиления знаков. А вот школа ведьмака не так проста. Специализация брони тяжёлой, это увеличение количества хп и увеличение силы тяжёлого удара. Не говоря уже о том, что если ветка фехтовальщика и мага занята, то автоматически веткой развития для школы медведя становится ветка с зельями, которые ещё больше увеличивают его количество хп. Не говоря уже о том, что только благодаря этой ветке вы можете использовать три, а то и четыре ведьмачьих эликсира, увеличивающие ваши силы. И именно те силы, которые вам нужно в данный момент. Силу атаки, пожалуйста, шанс крита, пожалуйста, вампиризм, пожалуйста, резисты, пожалуйста, отклонение дамага, пожалуйста, всё, что хотите. Три или четыре. Банки можно использовать на раз-два. При этом, никто не запрещает, а даже поталкивает тебя на прокачку фехтовальщика с сильным ударом. Это первая ветка, которая налаживает кросс-функциональное взаимодействие между всем развитием ведьмака. Вы только подумайте, броня даёт прирост качкам адреналина. А единственный смысл в адреналине это либо использование магических знаков за счёт адреналина, либо нанесение дамага за счёт спецприёмов адреналина, или каких-то добивающих приёмов для адреналина. И это при условии, что специализированная ветка развития для данной школы это ветка с зельями. Если школа змеи это чисто машина для милиубийств, школа гарифона это чистая магичка какая-то, то школа медведя это такое вот усреднённое универсальное ведьмачье состояние, когда ты достаточно силён, чтобы наносить довольно большой урон с сильными ударами, достаточно защищён тяжёлыми доспехами, у тебя достаточно дохренища просто хп, благодаря доспехам и вет зелий и при этом ты можешь использовать магию нон-стопом благодаря адреналину. Да это же просто лучшая ветка! Вариативность улучшения школы кота и грифона небольшая, там ты просто выбираешь что тебе поставить обморожение, кровотечение больше, силу определённых знаков, то со школой медведей всё совсем по-другому. Если тебе больше нравится магия и ты хочешь стать адреналиновым магом, то ты просто закидываешь увеличение очков адреналинов. Почему нет? Пожалуйста, вперёд! И ты будешь просто наращивать одним ударом половину всех очков адреналина. Хочешь быть сильнее в ближнем бою? Пожалуйста, просто вложи чуть больше очков в школу фехтовальщика и сильные удары и всё. Но главное, не забывай про зелье. Ведь для школы медведя это всё-таки основное. прожжу прощения издержки производства небольшая аллергия на слишком пафосные речи. Так, ладно, на этом моё вступительное слово окончено. Вы прекрасно понимаете, что билды, зацикливающиеся только на одной ветке развития, не жизнеспособны. Я не ваша мамочка и подробно я вам это разбирать не буду. Но давайте сейчас, в рамках этого видео, попробуем сделать невозможное и усилить каждую школу, каждый доспех другими ветками. И посмотреть, как в теории они должны смотреться. А также попробуем собрать что-нибудь ну совсем уж универсальное с большим количеством ХП, с огромным сопротивлением, колоссальным дамагом и неплохой магией. Не знаю, получится ли у нас. Главное попробовать. Итак, первого мегавойна мы делаем на основе брони школы кота и пытаемся максимизировать его навыки по мгновенному убийству противников. Так как мы не можем просто так взять и увеличить непосредственно сам наносимый нами дамаг, потому что это и так заключено в линейке школы фехтовальщика, поэтому мы будем отталкиваться от другого. Что еще может наносить у нас дамаг? Мы все прекрасно знаем, что мечи школы кота добавляют эффект кровотечения, при этом сама линейка развития фехтовальщика дает то же самое. То есть помимо нашего базового урона мы еще и наносим урон кровотечением, который наносится сам по себе. И у меня возникла идея, а давайте-ка мы добавим еще пару эффектов. Например, эффект яда, благодаря школы зелья варенья и его навыку, который добавляет 15% шанс яда, если масло нанесенное соответствует тому врагу, с которым мы сражаемся. Учитывая, что это уже конец игры и у нас есть все масла, они все прокачаны, все звери нам известны, это не составляет труда. А 15% шанс урона ядом это не просто так. Окей, еще я подумал, какой еще элемент именно из прокачки школ дает нам какой-нибудь эффект, наносящий периодический урон врагу. Правильно, это огонь, это поджигание благодаря игни второй версии или первой версии, неважно. Главное, это увеличить шанс поджигания. К сожалению, до шанса нам просто дойти не хватает очков, да и расставлять все это просто безумие какое-то, поэтому используем вторую форму и первую форму игни и как бы отталкиваемся от этого. К сожалению, дамагу наносят немного, но благодаря первой форме идет еще и снижение количества брони, что тоже неплохо. При этом нам прекрасно удается сохранить баланс между уроном и добавить еще чуточку здоровья. Кстати, из школы зельеварения мы взяли замедление при контратаке противника, чтобы нам можно было уклониться и такой навык который увеличивает уровень интоксикации то есть мы можем использовать не одно зелье а уже три а как вы знаете все эти зелья добавляют очень нехилые показатели например к шансу крита к силе урона при полном здоровье что для нас кстати довольно важно плюс можем использовать больше зелий которые также увеличивают нашу проворность и например наш урон чистый но с прокачкой как бы все понятно давайте посмотрим как примерно это выглядит в бою к сожалению большого варианта разнообразия противников у меня в мире не осталось так как я уже все прошел начинать новую игру я не хочу так как скоро выйдет дополнение поэтому посмотрите просто как это выглядит бой если честно слабенький противник слабенький но чисто теоретически все это работает уклонение работает на отлично что касается навыков фиктовальщика то как вы видели большинство из них точнее три из них были заточены непосредственно под дамаг то есть кровотечение а также два чисто под легкие удары плюс уклонение шанс мгновенного убийства и увеличение критического урона в принципе неплохо я думаю такой билд более жизнеспособен благодаря а также и увеличенному количеству здоровья надо будет потестировать его в новом дополнении ассасин убийца на основе школы кота с элементами огромного количества смертельных домов получился в принципе неплохой теперь давайте возьмемся за мага и попробуем усилить его на самом деле для меня кажется это самый сложный вариант для создания какого-нибудь убер воина и усиления но давайте подумаем как можно его усилить основная идея мага это наносить магический урон как можно чаще соответственно использовать знаки как можно чаще а единственный вариант увеличения скорости использования знаков это либо увеличение скорости регенерации энергии что в принципе дает вся ленивка развития магических ног либо использовать знаки за счет адреналина именно насчет этого мы с вами и начнем прокачиваться идея примерно такова мы будем использовать знак игни как основной знак мы будем использовать его первую форму вторую форму основная цель которая именно поджигание то есть мы поджигаем достигаем эффекта когда противнику наносится примерно по тысяче или возможно даже больше урона чисто тем что он горит а сами в это время становимся в знак квен и противники ударяя по нему вторую форму квена наносят урон себе возможно это не будет скидывать поджигание от игни кроме того мы возьмем несколько элементов в прокачку школы фехтования для того чтобы быстрыми ударами увеличить прирост адреналина и еще одним навыком его сохранять то есть если вдруг у нас пробивают знак квен если вдруг по нам наносится урон чтобы у нас не слетали накопленные очки адреналина опять таки все это для того чтобы максимизировать применение этих навыков кроме этого если все это у нас работает дальше можно будет переиграть и попробовать расставить например аксий чтобы кого-то себе в помощники взять или например увеличить такую вещь как дамаг то есть например все противники подожжены а с одним мы сражаемся убиваем его ну вот как вариант также мы в обязательном порядке берем одну одно умение из ячейки зельеварения для того чтобы увеличить количество применяемых зелий на себя до трех потому что ну как бы это понятно можно использовать три отвара вместо одного который также увеличивает какие-то наши показатели так ладно с теорией мы с вами разобрались все знаки расставлен давайте теперь посмотрим как оно сражается ну если быть откровенно честно сражается оно не очень как я сразу сказал это довольно сложный элемент для развития тут надо очень много экспериментировать и очень много пробовать потому что получается так что мы не просто максимизируем применение навыков но и вообще просто как бы выбираем себе один навык из школы магии используем максимум его в плане расставления ячеек активных и все остальное мы с вами делаем для того чтобы увеличить количество хп защиту и увеличение прироста адреналина то есть у нас на самом деле такой адреналиновый маг не очень-то сильный получается у нас максимум заточка идет какой-нибудь один спецприем например под квен и отталкиваться от него то есть все 4 ячейки квенов ставить себе в активные слоты все остальное прокачивать под фехтовальщика просто при этом в отличие от фехтовальщика который мы делали для игни для поджигания здесь магический слот является активным она не носит максимальное количество урона именно благодаря нашему доспеху школы грифона и оружию школы грифона но в любом случае этот билд по-любому будет жизнеспособен учитывая что в принципе все остальные знаки мы можем применять по откату благодаря очкам адреналина тот же акси например для того чтобы ошеломить противника нанести ему дамаг и на самом деле получается очень-таки универсальный воин который неплох довольно неплох выживание благодаря своим магическим навыкам либо он может наносить вполне себе сносный хороший дамаг против противников особенно например против огня у которых нет резистов ну я бы тоже его если честно проверил непосредственно в новом дополнении или в новой игре плюс на жизнеспособность и на дамаг который наносит но на мой взгляд пока что наш ассасин куда лучше пустой адреналинового мага мы определили ассасина попробовали и протестировали ну пришло время теперь тестировать нашего тяжеленького бойца и так основная цель нашего тяжелого танка быть собственно говоря танком то есть мы постараемся максимизировать здоровье мы постараемся максимизировать ему количество брони и максимизировать выживаемость то есть постараться сделать так чтобы выживаемость этого билда и этого персонажа была на максимум при этом не забывая о том что собственно говоря мы играем соло и нам нужно наносить какой-то дамаг поэтому определенные навыки которые влияют на увлечение дамага мы тоже берем особенно школы фехтовальщика при этом за основу мы все-таки оставим нашу школу зелье варенья которая и увеличит у нас эффективность нашей брони и увеличит количество здоровья скажу сразу что благодаря всем этим показателям мы смогли увеличивать здоровье практически до 15000 хп но есть одно но мой доспех сейчас видя не тяжелый он легкий потому что у меня был свой билд определенный под которым я играл но это не важно 14 копейками тысяч без 25% хп который дает тяжелый сет доспехи я считаю мы 15000 спокойно бы преодолели при этом мы берем с вами 4 элемента из школы фехтования я на самом деле очень жалею что мы взяли 4 надо брать 3 как-нибудь увеличить это первые два из линейки с тяжелыми ударами первый из сохранения 100% очков адреналина если по нам наносят дамаг и последний это тот который дает нам одно очко адреналина в начале боя на самом деле то что мы делаем сейчас нашим тяжелым воинам это очень похоже на адреналинового мага в отличии от брони грифона который увеличивает силу знаков нам силу знаков не нужно увеличивать зато у нас огромный буст идет к приросту очков адреналина это и в броне это и в оружии значит не воспользоваться магическими знаками мы не можем но при этом прокачивать мы их не будем наша основная цель и особенность это знак квн который мы просто используем по откату знак квн за все очки адреналина при этом все ветки зелья варенья улучшают у нас количество хп увеличивают урон от интоксикации точнее увеличивают уровень интоксикации а также мы берем такой мега офигенный скилл просто который дает нам 50% шанс крита когда уровень интоксикации у нас выше нуля это это просто то что обязательно надо было как нибудь взять нашему ассасину вот что ему нужно взять так это именно вот этот навык но к сожалению у нас тупо не хватает очков для того чтобы дойти до этого а единственное что я не знаю это увеличение силы мутагенов которые у нас стоят возможно стоит его заменить например на то чтобы все используемые зелья давали нам дополнительный отхил или например уменьшение уровня интоксикации от собственно говоря зелий не знаю тут уж на выбор каждому свое ладно давайте посмотрим что из себя представляет этот воин в бою проверим его также показатели хп как он выдерживает удар этого циклопа ну и делаем какие то выводы не знаю на самом деле держит удар он хорошо дамага наносит он вообще неплохо так удары сильные кредит наносит сколько там 4 тысячи урона конечно это 4 против даже 2 от слабого удара это конечно просто жестко какой-то из-за того что противник один мы не смогли сильно себе увеличить количество очков адреналина но поверьте мне я это уже пробовал в бою очки адреналина в основном используются на максимуме поэтому это на мой взгляд это один из самых лучших универсальных билдов имея наивысшие показатели по броне наивысшие показатели по здоровью наивысшие показатели по резистам иметь очень неплохие показатели для мили урона выше чем нашего адреналинового мага ну конечно ниже чем у соседей при этом мы можем также использовать показатель с ядом пультик который будет наносить урон ядом благодаря тому что у нас прокачана школа зелья варенья это будет просто очень и очень неплохо плохим подспорьем для увеличения дамага в общем и в принципе это самый лучший доспех который выглядит в этой игре поэтому не знаю это мой любимый сет и на основе него я проходил все последние дополнения ну а теперь пришло время для самого самого вкусненького итак с чего мы начнем во первых я начну сразу с брони да у нас есть 4 комплекта брони которые дают нам определенные плюсы школа медведя школа кота школа грифона и школа волка что-то среднее между всеми этими тремя которые я назвал раньше но с последним обновлением каменные сердца у нас было добавлено также доспех школы змеи который не дает нам никаких преимуществ но при этом более высокого уровня с более высокими показателями брони и сопротивления так как он не дает никаких бонусов то мы одеваем его просто ради увеличения показателя брони и сопротивляемости потому что мы сейчас собираем нашего лучшего воина который может одинаково пользоваться всем чем можно при этом по необходимости конечно вы всегда можете поменять на любой из этих сетов брони почему я не выбрал школу волка потому что она дает мизерные прибавления к каждому из элементов немного адреналина немного силы атаки немного силы глифов немного силы наших знаков но это все по мелочи а почему я не использовал доспех школы грифона потому что плюс мощь знаков как нам показала уже это бессмысленно использовать этот доспех для того чтобы собирать универсального воина потому что он будет заточен на много то же самое касается и школы кота который дает нам все плюс к силе атаки при этом не давая нам достаточного уровня сопротивления я изначально думал собирать свой сет на основе мастерского доспеха школы медведя потому что он дает универсальный бонус в виде получения адреналина который можно использовать как для мили атак так и для магических атак так в том числе даже и для восстановления здоровья но при этом я все думал а зачем нам это все какой смысл от этого адреналина потому что в полубой ты обычно и так его неплохо подбираешь а вот резисты и сам уровень брони нам крайне важен поэтому я и остановился на доспеха школы змеи дополнительные глифы которые я вставил в все кроме тела это восстановление здоровья потому что это самый важный показатель который только может быть конечно если вы затачиваетесь на определенного мага или идете против определенного босса который дамажит определенным там не знаю ядом то можно нафигачить сюда эти сопротивления или улучшения к определенному знаку в ином случае я бы посоветовал восстановление здоровья почему нет восстановление здоровья это всегда важно что касается тела то сюда мы ставим при необходимости определенный глиф из дополнения в соответствии с тем кем мы будем играть и то какой бонус мы будем ставить на прокачку я выбрал именно легкий доспех то есть изначально доспех школы змеи имеет показатель среднего доспеха но мы переделываем ее в легкий доспех для того чтобы использовать бонус к силе атаки и к ритам это то что нам нужно это то что мы взяли что касается оружия то тут на самом деле можно таскать все мечи сразу с собой заточенные под определенные я все таки определился на то что буду таскать школу медведя почему во первых это получение адреналина адреналин как я уже ранее говорил везде используется броня нам адреналины не добавляют поэтому на оружиях будет то что нужно плюс он дает силу крита 75% силы крита на каждом из мечей это то что нужно учитывая что мы так или иначе затачиваемся под криты и будем использовать многое под криты нам это важно поэтому мы это и делаем плюс серебряный меч школы медведя дает еще плюс 5% шанс критического удара когда я думал что ставить я точно сказал что это будет не школа грифона по тем же самым причинам что и броня не школа волка хотя на самом деле я думал волк общее что-то между но нет незачем вот тот же например силу магии вот этот вот незначительно нечем лучше по максимуму адреналина и не школу кота потому что школа кота у нас дает шанс критического удара и шанс вызвать кровотечение при этом шанс вызвать кровотечение бесполезен потому что во первых если он так важен мы можем плюс 15% ставить в каждый клинок во вторых он у нас есть чисто по скилу нам незачем его усиливать нет конечно в этом есть смысл но по факту он не обязателен и тоже касается еще и шанса крита на серебряном мече школы медведей у нас есть 5% зачем нам разница всего в 5% учитывая что мы можем ее с помощью отвара восстановить не важно ладно давайте перейдем непосредственно к распределению умений начнем с самого простого во первых это техника школы той брони которую вы используете для увеличения его базовых показателей если вы ими конечно используетесь второе что я бы хотел добавить это управление гневом так как я использую магические скиллы это очень важно то я считаю что управление гневом это тоже обязательный скилл который можно использовать все остальное например выброс адреналина или сосредоточенность тоже моя любимая я выбирать не стал потому что у меня даже очков умений было недостаточно далее школа эликсиров школа алхимии направление развития алхимии во первых это отравленные кринки обязательный элемент для увеличения 15% шанса отравить жертву при использовании необходимого необходимой смазки да увеличиваем есть кровотечение есть например у нас шанс еще и отравить то что нужно сражаясь с сильными противниками идеально отравил поджег порезал чтобы он кровоточил и все ушел делать свои дела с другим противником пока это спокойно себе подыхает что еще приобретенная мутация правильно для увеличения порога интактикации и мутация тканей для того чтобы увеличить наше количество хп на 3000 это благодаря собственно выпитым прям отварам поэтому вот эти три скилла обязательны я еще сравнивал презрение к боли с мутацией тканей но мутация тканей дает больше количества хп чем презрение к боли поэтому она была у меня просто прокачана на самом деле ее здесь можно не прокачивать и вложить эти 5 освободившихся очков на 2 что-нибудь другое что касается магии здесь конечно же основное что я хотел прокачать это игни во первых квен в своем базовом уровне просто никак не спасает тебя от атак врагов то есть прокачивая его не прокачивая с первого удара они его снимают слабые враги с первого удара не снимают даже если он тебя не прокачит поэтому есть смысл прокачивать только игни самый базовый уровень снимает броню важно да хороший показатель именно его и поставим в будущем если например убрать эликсиры и набрать побольше доступных очков умений и прокачать знак игни например до шанса горения и до его силы то можно выставить все три его также я думаю взамен 5 освободившихся очков от презрения к боли я вложу 3 из них в знак аксии а почему нет потому что он нужен в квестовых элементах да и плюс делаться от какого нибудь противника можно всегда и самое интересное большее количество очков я вложил в знак фиктования почему я так сделал потому что у нас здесь есть как минимум два главных направляющих это адреналин и это дамаг соответственно так оно и было распределено мы взяли три ну точнее взяли конечно все четыре но использовать будем только три из них атакующих да заклинания это обычная быстрая атака пометела это точные удары это сковывающие удары вот она тройка выставлена по дефолту это то что в обязательном порядке далее адреналиновые элементы это боевой транс и лезвие бритвы так как мест куда вставлять активные чейки у нас больше нет у нас был выбор либо поставить себе вихрь быструю атаку которую я особо никогда не я решил пока что оставить вихрь и попробовать ее использовать потому что в принципе она может наносить неплохой удар когда ты находишься в кругу противников и того мы имеем очень неплохие показатели по дамагу хорошие показатели по броне 10 тысяч хп и все это дает нам уникального воина сейчас мы проверим его используем знак против хокров по привычке повешу знак повешенного для того чтобы сражаться с людьми использую ласточку кстати количество хп у нас при этом нет не должно вырасти конечно у нас же не от уровня интоксикация используем знак квен подготовим игни и так противник не зажегся но при этом у него должно было уменьшиться количество брони не знаю надолго ненадолго что дальше попробуем сделать атаку и не знаю либо проклясть его либо прокровоточить так учитывая что урон у нас красный то это кровотечение к сожалению скил у меня есть огромное подозрение что скил кровотечения наносит катастрофически низкий урон и снова кровотечение проходит 100% вероятностью при этом урон от него чертовски маленький итак уже 340 интересно с чем это связано возможно был крит когда нанесен при этом с каждым ударом оно уменьшается циклоп спокойно себе умирает 329 и он умрет ну ладно добьем его фигни легко и просто в итоге еще немножко поигравшись со всякого рода настройками с билдами и так далее к выходу нового дополнения кровь и вино я подготовился таким образом вот так вот выглядит сейчас мой билд мы взяли самые важные параметры до которых смогли дотянуться сдобив остатки всякими желтыми знаками бесполезными и так как это выглядит линия фиктования два навыка на быструю атаку увеличивающий ее урон и боевой транс который не дает терять очки адреналина из магии мы взяли знак игни для уменьшения показателя брони у врагов а также знак акси для квестовых моментов школу эликсиров алхимии мы прокачали по максимуму но взяли из нее всего три самых важных для нас элементов это увеличение уровня порога интоксикации увеличение хп и убийственный кураж где каждое убийство увеличивает шанс критического удара на 50% все остальное мы добили четырьмя элементами простых умений во первых это техника школы кота для легких доспехов которые мы сейчас и носим это управление гневом для использования магических знаков за счет адреналина это собственно говоря для увеличения адреналина выработку плюс то что теперь все знаки также вырабатывают адреналин ну и сосредоточенность которая увеличивает урон наносим нашим оружием так и силу знака чем больше у нас адреналина тем больше мы дамага наносим почему я не стал качать фехтование потому что самый главный навык такой как сковывающий удар в быстрые атаки по факту наносит кровотечение очень минимальный урон пускай со 100% шансом бесполезно на мой взгляд для того чтобы достигнуть хорошего уровня нужно вкачать все мечи на шанс кровотечения взять мечи с шансом кровотечения и вкачать как можно больше в линейку фехтования для того чтобы наносить достойный дамаг в школе магии почему я не пошел на знак игния потому что для того чтобы также он наносил достойный дамаг нужно все вкачивать в силу наших с вами знаков ну а почему я пошел сюда потому что шанс критического удара это конечно же шикарно. Именно поэтому я выбрал мечи Школы Медведей. Об их плюсах мы с вами, по-моему, уже говорили, но они дают 75% к силе критического удара. Замечательно. Ну, а броню мы носим самую прокачанную с наибольшим количеством сопротивляемости и брони. Это доспех Школы Змеи. Именно в таком виде я буду начинать проходить дополнение Кровь и Вино, которое выйдет буквально через несколько дней. Ну, а там уже посмотрим. Может быть и поиграемся еще с билдами, которые рассмотрели в сегодняшнем видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok